Всем привет! Или лучше сказать намастаем! С вами Тимур Туманов в эфире Альметья Спортивный. В ближайшие 10 минут я вам расскажу о йоге не только как эффективной системе растяжки, но и как о способе познать себя. И это особенно, кстати, потому что сегодня в парке здоровья отмечают Международный День Йоги. Не переключайтесь! День Йоги С 2014 года он отмечается во всем мире и на пятый год существования этот праздник добрался до Альметьевска. В этом году 21 июня выпало на пятницу. По понятным причинам Всемирный спортивный праздник решили отметить в воскресенье и присоединить его к выходному фестивалю проекта «Зеленый фитнес». Зеленый фитнес однозначно прижился в Альметьевске и прочно держит свою аудиторию. Но йога для альметьевцев все-таки экзотика. Они привыкли к более динамичным танцевальным направлениям. В Альметьевске людей больше всего интересуют танцевальные направления зумба, фитнес и остальные. Но с недавних пор мы узнали, что в Альметьевске есть студия развития йоги. И, естественно, эти преподаватели, которые в студии работают, сегодня проводят йогу у нас. И они тоже с удовольствием согласились провести бесплатную тренировку для людей. У нас в Альметьевске есть такие люди, которые занимаются йогой. И когда мы решили взялись вообще за проведение этого мероприятия, люди отозвались. И насколько мы сегодня видим, сколько пришло людей с ковриками своими, то йога имеет успех в Альметьевске. Занятия зеленым фитнесом мы проводим ежедневно. И это касается не только воскресных фестивалей, масштабных таких, а обычной тренировки ежедневные по вечерам, чтобы у людей была возможность посетить их после работы. Отдохнуть, расслабиться не только физически, а еще и морально. Субтитры подогнал «Симон» Несмотря на всю экзотичность, древнее индийское искусство собрало десятки людей на газонах Парка Здоровья. Здесь все. Никакого ограничения по возрасту, полу, весу, росту и физической подготовке. Для детей упрощенный комплекс, для взрослых более продвинутый. Вообще в йоге каждый может найти то, что по душе лично ему. Ну сейчас довольно интенсивно развивается, потому что сейчас много знаний открывается через интернет, просто через людей. В основном сейчас начиналась такая эпоха, люди ищут поиск счастья именно внутри себя. Внутри себя, осознание себя, понимание себя. И именно вот йога – это как раз одно из видов направлений, которое более всего, по моему мнению, дает возможность почувствовать себя. Занимаясь йогой, человек обретает внутреннее спокойствие, обретает осознание, все, что он стремится, хочет, допустим, в последней жизни, находится внутри себя. Он независим от каких-то там ситуаций в жизни, или, допустим, может ситуации в жизни решать более спокойно, и грамотно. Это вот именно то, что я нашел в течение 20 лет поисков. Я здесь работал в разных профессиях, предпринимателем был там, обычным рабочим, ну и так далее. А вот йога – это то, что меня зацепило. Я понял, что это мое и мой путь. Общая практика сейчас составляет 6 лет. В йоге такого понятия «правильный, неправильный» нет на самом деле. Человек ушел, встал на коврик, он уже сделал правильный выбор, выбор сделал. Неправильно, когда человек сидит на диване и рассуждает о здоровом гости жизни. А когда пришел, у него, значит, уже получается. Но от слов надо переходить к делу. Пока не попробуешь сам, так и не поймешь, каково это – обрести гармонию и дышать так ровно и размеренно, пока стоишь на мизинце левой ноги и с правой ногой за затылком. Йога – не просто вид какой-то необычной физкультуры. Это целая система, может, даже искусство, граничащее с философией, психологией, отчасти с религией, гимнастикой. Комплексное учение, направленное на то, чтобы человек почувствовал себя здоровым не только физически, но и ментально. С зеленым фитнесом я знакома уже достаточно давно. Сама сначала посещала занятия, ходила в карте «Решлег» была, и на территории 25 школы проводили занятия, туда ходила. А сюда непосредственно на Международный день йоги пригласили меня как детского инструктора. Я давала занятия для детей. Йога для детей очень непривычно. Они думают, что это скучное занятие, которым занимаются только непонятные тетеньки и дяденьки. Что они там делают, медитируют или что, для них это непонятно. На самом деле детская йога, вот погружение именно в детскую йогу, происходит очень интересно в игровой форме. Мы сейчас с детьми занимались 45 минут, они пролетели просто молниеносно, они даже не заметили, как это время пролетело. Вот, им очень понравилось. В повседневной жизни не всегда успевает сам тренер ходить на какие-то другие занятия. А сегодня такая замечательная возможность побывать у этих людей. Жители города активно принимают участие, им очень нравится. И вообще-таки безоплатные занятия, мне кажется, это очень хорошо. Потому что можно выходной день провести с большой пользой для себя, для своего здоровья. Вообще все началось с 2014 года, когда я начал заниматься воркаутом, тренироваться фитнесом, перешел на здоровый образ жизни. Растяжкой я занимался и прежде, когда потренировался брейк-дансом, там без растяжки неотъемлемая часть. Но примерно год назад я более серьезно отнесся уже именно в таком направлении, как йога. О зеленом фитнесе я узнал в 2016 году. Посещать, правда, так не получалось у меня, все никак не мог собраться. И уже год я занимаюсь не просто растяжкой, а именно в направлении йоги. То есть больше практикую какие-то асаны, дыхательная гимнастика, также правильный сон, правильное питание. Я отношусь очень положительно, потому что это глобализация общества в плане здорового образа жизни. Это сейчас новый тренд, быть здоровым, отказаться от медных привычек. Очень хорошо, что людей всеми силами притягивают к тренировкам. Тренировки бесплатные, очень хорошие тренера, позитивно настроенные ребята. Постоянно море массов приятных эмоций, улыбок, людям это интересно, новые знакомства. Я считаю, это правильное направление. Кроме йоги обычной, базовой было еще и направление хатха-йоги. Этот вид еще более медитативный и направленный внутрь человека. Разбавил этот индийский фестиваль здоровья Цигун. Этот комплекс упражнений родом из Китая. Здесь все-таки актент больше на физический аспект, как-никак почти боевое искусство. Десять минут пролетели незаметно. Я прощаюсь с вами до следующей недели. А пока вы не переключились на другой канал, подпишитесь на нас в соцсети и в перерыве загляните на наш сайт. Там много интересного и не только из мира спорта. До скорых встреч!